В эти выходные в центре Ставрополя стреляли из минометов. На площади Ленина стояли гаубицы и тигры. Таким образом, в краевом центре решили отметить юбилей легендарной 49-й общевойсковой армии. Образованная в Пороховом 41-м году, она прошла боевой путь до взятия Берлина. Сейчас 49-я армия входит в состав Южного военного округа. Его часть базируется и в Ставрополе. О празднике по-военному наш следующий сюжет. Возложение цветов к мемориалу «Вечная слава». Так началась официальная программа мероприятий, посвященных юбилею легендарной 49-й армии. Ее бойцы внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. На пути к Берлину ими было освобождено больше 20 крупных советских, польских и немецких городов. Прошло 75 лет, а слава о подразделении до сих пор крепка. Часть 49-й общевойсковой армии сейчас базируется на территории Ставрополя. Мы гордимся тем, что на территории Ставропольского края расположена 49-я общевойсковая армия. Мы видим сегодня качество подготовки личного состава, вооружения. И это в нас теряет стилу и уверенность, что никогда на нашу землю не ступит нога врага. Боевую мощь армии военные решили продемонстрировать прямо на площади Ленина. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ Павел полком! Здесь прошел парад войск Ставропольского гарнизона, соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии. И пока одни чеканили шаг, другие в прямом смысле слова висели. Доводилось вам час-два висеть? Так, на площади, вот, при всех? На площади нет. В полку до 2 августа висели. Ставропольских зрителей удивляли и оглушали. Минометный горный взвод устроил наступательную операцию. Приемы рукопашного боя показала мотострелковая бригада. Ставропольские богатыри гнули сковородки, лопали грелки и прыгали в огонь. Своё умение, пусть и не такое экстремальное, показал и военный оркестр. А после парада и показательных выступлений на площадь вышли зрители. Юные ставропольцы очистили асфальт от горячих гильз и отправились в юноармейский городок. В центре Ставрополя развернулся еще один городок. Это тренировочная база в форме 3D для стрелков, артиллеристов. И все по-настоящему реки, горы и дома. Данный миниатюр, полигон был разработан офицерами ракетных войск и артиллерии 49-й армии. Более того, эта разработка, она уникальна. В каком плане? Мы можем развернуть этот полигон в любой точке местности. На макете можно проработать отклонения снаряда миномета по цели. Почувствовать себя высокотехнологичным стрелком мог любой желающий. Также на выставке военных достижений прохожим предлагали ненадолго стать артиллеристом, десантником или сапером. Противосколочный костюм и каска. Большевата немного? Да. Для любопытных ставропольцев в юбилей открыли и то, что всегда скрыто от глаз обычных горожан. Например, профессиональный тренажер для снайперов и других стрелков. С помощью автоматизированной системы специалисты помогают военным откорректировать навыки стрельбы. Вы час работаете, кто-нибудь попал в цель хоть раз? Да, было. Два попадания было. Выстроили на площади и тяжелую технику. Больше 10 единиц любители армейских автомобилей смогли посидеть за рулем Рыси, Тигра, БТРа и даже побывать внутри танка. Современная армия. Сильная, которая сможет всех победить. Я думаю, у нее все впереди, движемся к лучшему. Конечно, прогресс виден. То, что было раньше и то, что сейчас, разница налицо. Армия развивается потихонечку и это радует. За страну уже спокойнее. Это привлечение молодежи, конечно. Это очень интересно. Все дети. Им интересно, им весело. Им преподают эту всю информацию, которую они раньше не знали. И можно померить, и можно потрогать это все. Мне кажется, это пропаганда нашей советской армии. Всех победим! После торжеств в центре Ставрополя праздник переместился в стены Дворца культуры и спорта. Зампред Краевого правительства Юрий Скворцов вручил награды лучшим бойцам подразделений 49-й общевойсковой армии, которым еще долгие годы предстоит служить Родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова